Принято решение купить зрительную трубу. Выбор пал на бренд СВ Бони. Это довольно популярный бренд на Алиэкспресс. Много заказов и положительных отзывов в магазине. Да и ценники весьма адекватные. В общем купил детям для изучения естествознания. Да и самому побаловаться. Итак, пришла посылка из Китая за 10 дней. Принесли прямо домой. Удобно. Посылка из двух частей. Так как я заказал трубу со штативом. Можно конечно и без него. Будет намного дешевле. В большом пакете находится коробок с трубой. В маленьком соответственно сам штатив. Труба приходит в сумки переноски из полиэстера. Это удобно. Также продавец кладет в комплекте защитный колпачок для окуляра. Мелочь, а приятно. Сумка имеет лямку для переноски на плече. При желании ее можно отстегнуть. Внутри сумки находится сама труба. Инструкция и салфетка. Салфетка тут совсем обычная. Для протирки оптики. Инструкция тут вся на английском языке. То есть товар предназначен для глобального, а не только для внутреннего китайского рынка. Что подтверждает многочисленные отзывы о товаре со всего мира. Сама же труба довольно компактная и не тяжелая. Вес ее всего 1 кг. Корпус прорезинен и в руке сидит уверенно. Фокусное расстояние тут составляет 380 мм. Увеличение от 25 до 75 крат. Диаметр объектива составляет 70 мм. Стеклянная оптика в нем с многослойным просветлением. Что подтверждает зеленоватое отражение на линзах. У объектива также имеется сдвижная бленда, которая поможет при боковой засветке. Окуляр же тут на 15 мм. Имеется резиновый наглазник и тут же на нем регулировка увеличения. От 25 до 75 крат. Ход тугой и плавный. Окуляр тут кстати сменный. При желании его с легкостью можно заменить на другой. Защитный колпачок тут весьма кстати. Спасибо продавцу, пригодится. В противоположную сторону от окуляра смотрит ручка регулировки фокуса. Также тут есть поворотное крепление на штатив, имеющее 4 предустановленных положения. Переключение между которыми имеет характерные щелчки. Ну и про штатив. Поставляется он в чехле из полиэстера. Штатив тут обычный, ничего сверхъестественного. Но понравилось его качество. Зажимы не люфтят, держат хорошо. Ножки резиновые, но не поворотные. Имеются фиксаторы ножек, чтобы не болтались и не гремели. Головка взбитая, не люфтит, но ни о какой гидравлике речи и быть не может за эти деньги. Просто обычный хороший штатив. Что касается высоты штатива, то она составляет чуть более чем метр двадцать. Для человека со среднестатистическим ростом высота нормальная. Ну а можно заказать трубу без штатива. И использовать свой. Главная причина почему я взял эту трубу, имея в запасах хороший телескоп Xiaomi, так это более компактные габариты и скорость подготовки его к работе. С телескопом все намного сложнее и дольше. А тут поставил штатив, прикрепил трубу и готово. В поездках на природу это актуально. Да и место в машине занимает меньше. Конечно увеличение меньше, чем у телескопа, ведь тут немного другие задачи. И кстати про использование. Родной штатив позволяет крутить и вертеть трубу во всех плоскостях. Можно установить трубу в любой плоскости под любым углом. Штатив недорогой, он не обладает выдающимися способностями, такими как плавность хода например, которую часто используют видеооператоры при съемке панорам. Но зато вполне функциональный и со своими задачами справляется на 5 баллов. Нужный угол наклона и поворота он вам обеспечит. Ну а теперь про увеличение. Еще из опыта обзора телескопа я понял, что снимать на камеру через телескоп или в данном случае через трубу, дело неблагодарное. Картинка дрожит, фокус постоянно плавает, да и линза камеры от окуляра далеко. Вследствие чего картинка получается далеко не на весь кадр. Так что покажу результат, снятый на фотоаппарат и на смартфон. Сразу отмечу, что когда смотришь в окуляр глазом, то видишь не такой кружок, а картинку, так сказать, на все поле зрения своего глаза. Кстати ко мне едет из Китая вот такой электронный окуляр и съемка будь то небесных или наземных объектов станет более качественной. Не будет дрожи, расфокуса, неполного поля зрения и так далее. Ну по крайней мере я на это надеюсь. Как придет мы его с вами обязательно потестируем. Ну и ссылку на него оставлю для вас под видео в описании. Итак, давайте посмотрим вот на ту трубостойку на крыше дома. Дом кстати находится на удалении 220 метров. Вот так трубостойка выглядит на снимке фотоаппарата с китовым объективом 1855 на максимальном приближении. Ну а вот так через трубу при 25-кратном увеличении. Снимок сделан с рук на фотоаппарат. Было трудно, но снимок получился. Почему я не использую крепление для смартфона на окуляр, я объяснял в обзоре на телескоп. Так что все фото будут только с рук. Еще раз повторюсь, что когда смотришь глазом, то картинка выглядит примерно так. А на фото вот так. Так что вживую картинка так сказать на весь экран. Ну а вот так выглядят неудачные дубли. На фототехнику трудно получить четкую картинку с трубы. Ну а вот и увеличение в 75 крат. Тут поймать фокус было просто нереально. Тем более с рук. Вживую картинка примерно такая же, как и при увеличении 25 крат. Но по фото хоть примерно увидите разницу и кратность. Считаю вполне неплохой результат. Ну а вот еще одна локация и смотреть мы тут будем вот на этот вот синий балкон. Этот балкон на удалении 260 метров. Попробуем взглянуть на него через трубу. Вот снимок сделанный при 25-кратном увеличении. Вполне достойный результат. Каких-то ярко выраженных аберраций не наблюдается. Картинка четкая и без искажений. Этот снимок также сделан с рук, но уже на смартфон. Поймать фокус было проблематично, но вроде получилось. Любители фетиша ликуйте. Сейчас посмотрим поближе на эти винтажные труселя. Это увеличение в 75 крат. На таком увеличении опять же практически невозможно поймать фокус на камерах. Это лучший получившийся снимок. Вживую картинка намного приятнее. Без электронного окуляра сделать качественный снимок практически невозможно. Ну что сфоткал, то сфоткал. С резкостью понятно. Вживую она лучше. А вот хроматические аберрации по краям есть. Как на фото, так и вживую. Не могу сказать, что они критичные, но все же присутствуют. Но вспомнив характеристики и стоимость трубы, этот вопрос для меня отпал. Далее посмотрим на объект подальше. А именно вот на этот дом. Находится он на удалении 1200 метров. Начнем с увеличения 25 крат. Вполне достойный результат. Резкость по всей площади кадра равномерная. Нет перекосов. Если сильно придраться, то можно разглядеть незначительную аберрацию по кровле. Вживую я ее не видел. Видел только при монтаже на фото при увеличении. Ну а в общем зачетно. Достойное качество за вменяемые деньги. Ну а вот увеличение 75 крат. Я делал много снимков, но камера ни в какую не хотела ловить фокус. И ручные настройки, и автоматика не помогли. Если вы думаете, что я забыл про регулировку фокуса на трубе, то нет. Вживую я добился резкой картинки. А вот аппаратура закапризничала. Окуляр приедет и в обзоре сделаю снимки на этом увеличении. Думаю все будет хорошо. Ну а так, если сделать поправку на фокус, видим, что увеличение довольно хорошее. Особенно это видно в сравнении. Поэтому я и сказал, что для естествознания этой трубы будет в избытке. И телескоп не нужен. Труба мощная, компактная и, что самое главное, недорогая. Покупая трубу стоимостью менее 5000 рублей, я не ожидал каких-либо выдающихся данных. Я был готов к компромиссам и каким-нибудь недостаткам оптики. Но был приятно удивлен вполне нормальному качеству. В отзывах не только на этот товар, но и на другие товары магазина не врали. Баланс цены и качества выдержан и идеально. Можете сами почитать их. Ссылки на трубу и на магазин будут под видео в описании. Ну а на сегодня у меня все. Посмотрите другие мои видосы на канале их более 800. Что-нибудь интересное для себя обязательно найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.